Привет, я Антонио Сентена, основатель канала Real Men Real Style. Господа, сегодня у меня есть вопрос для вас. Нужно ли мужчине носить браслеты? Напишите свое мнение в комментариях. Мне интересно узнать, что вы думаете. Сейчас я дам вам пять причин, почему вам нужно рассматривать их как часть гардероба. Особенно, если вы тот, кто не носил их, как и я. Обычно на неделе я не надеваю браслеты. Я вырос в консервативном западном Техасе, где они носят браслеты. В противном случае, ну, люди просто посмотрят на тебя очень-очень странно. Но за последние 20 лет я имел честь путешествовать по миру, видеть поразительные вещи. Я подружился с отличными людьми, которые стоят во главе отличных компаний. Одни из них Хэммот из Хеликс Капс и Карлос из The Collatorals. Два парня, две прекрасные компании, и оба делают браслеты. И они подошли ко мне и сказали, «Антонио, тебе нужно их посмотреть, помери их, посмотри на них». И я увидел, что эти парни в своих компаниях нашли разный подход к делу. Вот этот браслет Карлоса из The Collatorals. И его вполне можно носить. Я видел фото мужчин в костюмах, которые носят его, и я расскажу, как это нужно делать. И вот Хэммот, его партнер, сделанная в Колорадо, ручная работа. Но дело в том, что я обычно не ношу браслеты, я и не рассматривал их. И вот пять пунктов, которыми я поделюсь, надеюсь, они дадут вам пищу для размышлений. Я хотел бы провести конструктивный разговор об этом в комментариях. И если вы решитесь купить продукцию компании, отпишитесь в комментариях. Я дам вам дисконтные коды, которые помогут сэкономить, если вы носите или решились носить браслеты. Окей? Итак, первая причина, почему вы можете начать носить браслеты, он может стать отличной причиной для разговора. Я нахожу разговор неким родом искусства, и его часть — это его начало. Мы видим людей все время, и практически все сливаются, так как похоже. Но если вы носите браслет в определенной обстановке, даже формальной, он привлекает немного внимания. Не обязательно так. Может, вы на пляже, и у вас мало возможностей показать свой стиль. На вас нет часов, и браслет — самое то, что позволяет начать разговор. И кто знает, к чему он может привести? Это может быть началом прекрасных отношений. Может, эта девушка захочет заговорить с вами, просто спросив, где вы его взяли? И вы расскажете ей о своем отношении к искусству, ручной работе, или это деловое знакомство. И человек поймет, «Вау, я знаю, ты креативный человек, а что это за украшение? Расскажи о нем». Кто знает, к чему это может привести, но мне нравится идея для начала разговора. Второй пункт — практичность. Возможно, вы зададитесь вопросом, «Антонио, а что в них практичного?» Например, именные браслеты, браслеты здоровья, или браслеты из паракорда. Да, хорошо. Последний, скорее, шутка, но... Эй, вдруг вас ждет высадка с EC-130 в лесах Аляски? Или, не знаю, где вы будете, это может быть та обстановка, где он понадобится. Но для некоторых это практично. Итак, третий пункт — благосостояние и статус. Так ваши драгоценности нажмут спусковой крючок в умах людей, что у вас есть деньги. И не так часто мы это видим в Северной Америке. Но путешествуя по Восточной Европе, я увидел намного больше драгоценных украшений. В Китае много драгоценностей из золота, и в Индии это четкий признак того, что у человека все здорово. Да, мы стараемся опустить разделение на классы людей, но в другой части мира может быть иначе. И даже здесь, в США, когда вы видите кого-то за рулем BMW, мы видим кого-то за рулем Мерседеса, мы думаем, что этот человек достаточно успешен. Когда мы это видим, ну или знаем о его кредитке, но в любом случае, когда вы перейдете в Старбакс и заговорите с кем-то, можете увидеть небольшие украшения. Зачастую можно подумать, что этот человек отличается. Итак, перейдем к четвертому пункту. Особый смысл или сообщение о вашей культуре. Я уже говорил об этом. Мы можем увидеть какой-нибудь браслет из бисера, но на самом деле он говорит о культуре человека. Вот Хэммед. Я мало знаю о его прошлом, но для него ношение украшений – нечто большее. И где бы вы ни были в мире, хоть на Среднем Востоке, Северной Африке, где-то в Индии, возможно, ношение украшений и браслетов – часть вашей культуры, и вы хотите привнести это в повседневную одежду. Пятый пункт. Вам просто нравится. Однажды один парень, который пришел на наш стайлкон, купил браслет Хэммеда, и я видел, каким он ушел. Майки, отпишись в комментариях. Это моряк, ветеран. Он говорил, что просто любит браслеты. Они напоминают ему кое-что значимое. Но как все началось? Он просто обратил внимание на один из них. Надел. Понравилось ощущение в нем. Он до сих пор носит браслеты с гордостью, и люди подходят к нему и начинают разговор, спрашивая о браслете. Итак, он носит, потому что нравится. Друзья, что вы думаете об этих пяти причинах? Я хотел бы увидеть ваши комментарии о вашем отношении к браслетам в общем. Берегите себя. Увидимся в следующем видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!